Привет сообществу C1 и добро пожаловать на это особенное праздничное C1 5 лет. В этом году могучий C1 достиг невероятного рубежа. Пять сказочных лет успеха, начиная с первых дней существования в 2019 году. C1, или «Первая толпа», как ее тогда называли, превзошла все ожидания отрасли, когда дело дошло до огромного роста числа членов. Причины этого довольно очевидны – это привлекательные, инновационные, качественные продукты, постоянная поддержка, замечательные инструменты и лучший компенсационный план в отрасли. Мы движемся к тому, что обещает стать знаковым годом для C1, и в рамках празднования мы принесу вам C1 на 5 лет. Где мы разговариваем со светилами компании, узнавая обоих любимых моментах прошлого и целях на будущее. Гости, которых я здесь сегодня, действительно олицетворяют движителей времени. Это два самых загадочных и целеустремленных джентльмена в отрасли, и я знаю, что мы все выиграем от их идей. Итак, сначала я собираюсь поговорить с директором по развитию сети Раджем Гауравом. Итак, Радж, у тебя 12-летняя динамичная карьера в сфере прямых продаж. Ты также человек, ответственный за формирование сетевой инфраструктуры. Вы также известны как страстный пионер, поскольку посвятили себя развитию лидерских качеств, таким как стратегии и инициативы роста. Итак, в первую очередь, для тебя и твоих участников, Радж, все дело в развитии твоего бизнеса, верно? Так чего же может ожидать сеть, когда дело доходит до развития и роста? Ну, абсолютно. Джорджина, это очень хороший вопрос. И когда мне приходится это говорить, это довольно просто. Это просто. В сетевом маркетинге главное – это рост. Вот все просто. И больше, чем я, требую роста. Это участники, которые хотят роста. Ага, и если вы посмотрите на корпоративную структуру, у нас есть три «Е», которым мы следуем. «Исследуем», «Экспериментируем», «Получаем опыт», и три «Е», которым следуют участники сети – легкий ранний заработок. Таким образом, все это сосредоточено на очень сильном аспекте роста, будь то для нас как корпорации или для сети. И мы все вместе работаем над тем, чтобы обеспечить этот рост не только для себя, но и для команды. Да, а также способствовать росту, постоянному обучению и развитию, а также поддержке команды. Вот что делает успешного предпринимателя. Таким образом, для участника речь идет не о развитии собственного бизнеса, а о развитии всей команды, потому что вместе они процветают вместе с комбинацией трех «И». Мне нравится, что я буду помнить это сейчас. Цифровые технологии кажутся очень важным моментом в истории роста C1. Как вы и наши участники планируете использовать цифровые продажи в будущем? Что ж, если вы посмотрите на Джорджину, C1 по своей сути был полностью посвящен цифровым технологиям. Это социальная идея. Таким образом, C1 по своей сути всегда был социальной идеей с тех пор, как мы начали свою деятельность пять лет назад. И если вы посмотрите на вещи, то, как все изменилось тогда, скажем так, до пандемии. До пандемии социальной идеей было встречаться с людьми, посещать разные сообщества, разговаривать друг с другом. Но после пандемии, когда люди знали свои навыки и будут проблемы, они как бы исправили это и начали больше расти и развиваться. В конце концов, все дело было в онлайн-совещаниях в масштабе. И сегодня мы очень гордимся тем, что показываем нашу статистику на C1, что мы на 100% цифровой бизнес. Таким образом, ни один участник не придет в наш офис и не купит продукт, потому что все это 100% мобильный бизнес. И именно здесь вы посмотрите на наш путь, который мы проделали за последние пять лет, все больше и больше приближаясь к цифровому будущему. Да, и если посмотреть на наши портфели продуктов, мы все находимся в цифровом полушарии. И именно здесь мы видим большую экономию не только для компании, но и для ее участников, большую экономию с точки зрения времени и многого другого. Точка. Ага, я думаю, что из-за пандемии вы действительно могли бы извлечь из нее уроки и извлечь из нее что-то, по-настоящему преуспеть и прогрессировать во всем, чем хотите, используя интернет. Но сейчас 2024 год, пандемия закончена, поэтому я хочу узнать больше о советах, которые вы можете дать нашей сети, чтобы сделать 2024 год лучшим годом. Что ж, я определенно могу ручаться за одну вещь. Джорджина и мы в Ц1 активно инвестируем в нашу цифровую инфраструктуру, что по сути означает, что для нашей сети это будет что-то действительно очень мощное, чтобы они могли продолжить работу в этом 2024 году в больших темпах с более высокой прибыльностью. И это время, когда они могут превратить свою страсть и монетизировать ее в прибыль. И это только начало. Однако, когда мы все входим в другую зону, от сети, зоны социальной коммерции до криптопространства, наши маршруты по-прежнему останутся сетью социальной коммерции. Но, несмотря на это, мы все в восторге от токена Ц1. Мы очень взволнованы. И на самом деле мы все воодушевлены тем фактом, что наше собственное сообщество создает наши токены в качестве пионеров. А позже у нас также есть отличные разработки в этом полушарии. Удивительные идеи. Огромное спасибо. Рад. Теперь я думаю, что мы можем с уверенностью рассчитывать на то, что вы будете поддерживать связь с компанией здесь. Ц1. Но дальше я буду сидеть с Крисом Янсеном, соучредителем планеты ICS. И я также хочу увидеть их флагманские продукты. Итак, начнем. Привет, Крис. Привет. Итак, вы – основатель планеты AX, суперуспешной игры NFT, и теперь номер один на полигоне. И это важный фактор успеха, которого мы добились за последние пять лет. Итак, я хочу начать со сказа о ваших любимых воспоминаниях. Расскажите мне о вашем любимом воспоминании, связанном с Ц1. Я имею в виду, их так много, верно? Прошло почти три года. Эээ, два, которые действительно выделяются, это первый фон, который у нас был. Ух, мы раскупили билеты за две минуты. Серверы упали. Спрос был безумным. Люди были в ярости, потому что не получили того, чего хотели. Во-вторых, когда мы, эээ, два с половиной года назад, когда мы запустили наш собственный токен AXT в Атлантиде, это было большое событие, толпа собрала тысячу человек. По сути, мы нажали кнопку на месте и запустили цепочку с жетоном и всей игрой. Ох, это был действительно важный момент для меня и всей команды. Это звучит так захватывающе. Я имею в виду, что сбой системы обычно являются абсолютной катастрофой. Но для того, чтобы он ухнул из-за высокого спроса, вы должны чувствовать себя довольно хорошо по этому поводу. Точно. Но вот в чем дело. Мол, мы не ожидали, что спрос будет таким высоким. Так что это было похоже на роскошную проблему. Удивительно. Со временем вы стали одной из крупнейших игр в Web3. В чем секрет вашего успеха? Я думаю, что мы выступили с очень смелым видением. Очевидно, запуск вместе с первой толпой и миллионами потенциальных новых игроков повысил наш уровень уверенности. И не только. Хорошо. Поэтому мы хотели создать самую большую NFT-игру, когда-либо существовавшую на платформе. Так что я думаю, что вместе со стартовой площадкой, которую предложила толпа, и пребывание в нужное время, в нужном месте, в нужное время, GM, обеспечила успех. А еще до нас было несколько, ну, несколько, несколько компаний, которые как бы прокладывали путь и позволяли таким игрокам, как мы, по-настоящему исследовать поле и играть, чтобы заработать, в эпоху, когда все об этом говорили. Я имею в виду, что за последние пять лет с вами тоже произошло так много всего. Но сейчас я хочу углубиться в то, что ждет планету AX в будущем. Да, конечно. Так что это захватывающая среда, захватывающая индустрия. И мы вместе с экспертами в этой области верим, что игры Web3, в частности, станут тем пространством, в которое войдет новый один миллион человек в Web3. ХМ, мы считаем, что массовое внедрение произойдет благодаря играм. ЭЭЭ, наличие геймифицированного образовательного центра по ставкам ДИФИ и всем этим, этим новым условиям, которые создают децентрализованные финансы. Итак, мы готовы принять вызов. И это очень интересно. Ага, супер захватывающе. Теперь вы здесь, в ОАЭ. Вы открылись для аудитории ОАЭ. Что именно привело вас в Дубае так, на этот раз? Очевидно, у нас есть постоянное сотрудничество, которое у нас было с самого начала, с самого начала. Итак, мы продолжаем разрабатывать новые пакеты. Ну, новые активы для интеграции в экосистему C1. Но на этот раз это больше касается запуска токена C1. Итак, я, я и Феликс. Мы являемся соавторами части токеномики. Итак, мы помогаем с различными пулами ставок, распределениями и передачей прав. Эээ, если должно быть затмение. Всезнайка говорит, но хотелось бы получить общее представление о токеномике Я имею в виду, что любая компания, любой проект может выпустить токен завтра Это не самое сложное Трудность состоит в том, чтобы сделать ее устойчивой в долгосрочной перспективе, включить во все аспекты и области существующей экосистемы, а также заставить ее работать на будущее И строить с долгосрочным ведением Так, вот в этом мы и помогаем Хотя на этот раз это только я Но я имею в виду, что это то, чем мы занимаемся уже три года В плане Тайекс у нас более 80 смарт-контрактов Смарт-контракты У нас есть 10 различных полуставок Мы лечили все заболевания, ЭБИ или мелкие проблемы, которые у вас возникли Я бы не назвал это большими ошибками, но вы учитесь по ходу дела Итак, этот опыт и, в конечном итоге, знание – это то, что мы можем применить при запуске токена разговора Что ж, вы определенно в лучшем городе для прогресса Да, это еще одна вещь До этого я катался на лыжах в Швеции Я оставил 26 минус, и теперь я здесь при 30 градусах Так что не так уж плохо ради этого оставить шведскую зиму Неплохо для февраля быть в 25 градусах Верно? Точно? Вот это идеально Вы только что упомянули масштабное сотрудничество Я хочу узнать немного больше о том, почему вы подходите для этого сотрудничества Ага, так что отличный вопрос Я имею в виду, что мы занимаемся этим уже пару лет Мы знаем публику Мы знаем их лично Многие из них Мы уже привлекли 100 тысяч новых пользователей из толпы в Web3 И изучаем их основы и всю эту новую терминологию Итак, мы уже знаем толпу Очевидно, что мы допустили некоторые ошибки на этом пути, как и вы Поэтому я думаю, что эти два параметра вместе идеально совпадают Помогая увидеть один из них с успешным запуском нового токена Да, ошибки всегда случаются, когда дело касается бизнеса И тебе просто нужно взять себя в руки, двигаться дальше и учиться на своих ошибках, верно? Да, я хочу перейти к разговору о новом токене Что вы можете рассказать нам о новом токене? О чем это? Я получаю этот вопрос каждый день Люди очень рады его запуску Итак, что мы можем сказать, так это то, что сейчас мы находимся на этапе, когда мы как бы завершаем разработку того, что в целом должно быть завершено, когда его следует сбросить с воздуха и указать, как именно все будет работать Что мы можем сказать, так это то, что это служебный токен сообщества с длинной дорожной картой Итак, идея состоит в том, что в течение следующих трех, четыре или пять лет токен будет становиться все большим и большим количеством вариантов использования во всей экосистеме Поэтому, когда будут запущены новые продукты, как в свое время планета X, токены C1 станут краеугольным камнем этого сотрудничества Он будет использоваться и для сервисов DeFi, так что вы сможете зарабатывать больше токенов, используя протоколы ставок и так далее Мы также будем смелыми Мы также хотим произвести революцию в нынешней отрасли Итак, мы собираемся сделать много нового с частью NFT-экосистемы токенов ХМ, так что там много всего в запасе Походу дело будет открываться все больше и больше вещей Скоро у нас появится концептуальный документ ХМ, легкая бумага и белая бумага тоже придут Так что это захватывающее время для публики Я могу, я могу вам многое сказать Это определенно звучит так Что ж, Крис, большое спасибо за то, что поделился историей своей планеты, своими планами на будущее А также многое о токене, а также о вашем сотрудничестве с C1 Такая воодушевляющая встреча с Крисом И мы с нетерпением ждем еще большего сотрудничества с ним Пойдем Это еще не все И я возьму интервью у некоторых из самых легендарных людей в отрасли Так что не забудьте заглянуть в наш следующий выпуск C1 5E Strong Это будет хорошо Спасибо за просмотр